С 1 по 10 класс. 194 ребенка. Зеленорощинская средняя школа – школа с характером. Отсюда почти регулярно выпускаются медалисты, а само образовательное учреждение старается поспевать за всеми актуальными трендами. С 2023 года школа является центром по развитию личного потенциала и реализует инновационную программу, которую проводит благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личного потенциала. Педагогический коллектив повысил свою квалификацию через курсы повышения квалификации и делится лучшими педагогическими практиками на всероссийском и региональных уровнях. Кроме детей из поселка Зеленой Рощи, здесь учатся и 7 человек из соседней Сухой долины. Естественно, без школьного маршрута не обойтись. Он захватывает и более 50 младшеклассников с отдаленной от школы улицы Молодежной. Места сбора и посадки детей оборудованы специальными павильонами. Приказом по школе назначен ответственный за подвоз учащихся. Водитель школьного автобуса Иршов Юрий Аркадьевич – опытный водитель стаж более 17 лет. Перед камерой немного робеет, но за рулем чувствует себя очень уверенно. На дороге ему известен каждый изгиб, каждая кочка. К слову, о последних. На школьном маршруте их стало гораздо меньше. В этом году провели карточный ремонт, на проблемные участки положили новый асфальт. Ну я рейсы делаю, три рейса. Утром три рейса, вечером после урока три рейса. А если кто-то опоздает на автобус, подождет? Нет, у них график. Позвонит, сейчас телефоны сопровождаешь, позвонит, как родители. Ребенок или болеет, или что. Автобус выглядит как новый, хотя ему уже шесть лет. Машина регулярно проходит положенные техосмотры, своевременно ремонтируется, а порядок в салоне – заслуга водителя. И не только его. Все осматривают кресла, оборудованные ремнями безопасности? Ремнями безопасности. Все пристегиваются, ребята. Прям все пристегиваются? А как же? Сопровождающий проверяет. Я не могу с руля проверить. Сопровождаю всех, проверяю. Как только все расселись по местам, можно начинать движение. В Ульяновской области к началу учебного года готовы более 300 школьных маршрутов. Все они очень важные, даже такие маленькие, как в Зеленорощинском сельском поселении. Здесь школьный маршрут составляет всего 5 километров, но при этом все готовы к его работе. И водители, и автобусы, и дети, и педагоги. Все знают, что делать, все знают, как им пользоваться. В региональном Минтрансе поправляют школьных маршрутов более 400. В этом году ремонт коснулся 7 участков общей протяженностью около 15 километров. До 15 сентября мы планируем завершить электроосвещение по 14 транзитным маршрутам. На данный момент приняты 419 школьных маршрутов. 10 маршрутов сейчас комиссионно принимаются. Безопасность нужна и тем школьникам, кто добирается до учебного заведения пешим порядком. Знать, как пройти путь от дома до школы и обратно максимально безопасно должен каждый ученик. Безопасный школьный маршрут отрабатывается в первую учебную неделю в сентябре в каждом классе. Особое внимание уделяется начальным классам. Такие маршруты отрабатывает безопасный классный руководитель совместно с родителями. Потому что основная задача, что родитель с ребенком совместно должен пройти по этому маршруту. Показать ему опасные участки. Показать, как нужно идти. Поменяться с ним местами, чтобы ребенок провел его по этому маршруту. Учебный год в этом году начнется в понедельник, 2 сентября. А уже третьего, перевернув календарь, десятки тысяч учеников в Ульяновской области сядут за парты в обычном режиме. Евгений Луковкин, Екатерина Горбачева, Сергей Рябухин, Максим Архипов. Репортер 73.